Всем привет! Сегодня будет видео по вашим запросам. Вы хотели увидеть всю мою коллекцию сумок. Давайте поскорее приступим, потому что, как оказалось, у меня их немало. Я вообще люблю, когда всего много. Что тут оправдываться? Где-то два с половиной года тому назад я лично для себя решила, что я потихоньку буду переходить на более качественные изделия. И хватит уже экономить и шлопиться. И когда наш семейный бюджет начал позволять, я собрала уже свою маленькую коллекцию базовых сумок, которые меня выручают в каждой ситуации. Первый бренд, на который я обратила свое внимание, это, конечно же, Michael Kors, потому что, если вы не знали, то это та марка, которая одной из первых создала линейку для среднего класса, стала более доступной, и поэтому этих сумок так много. Честно, я раньше не понимала, за что столько надо заплатить. Для меня это было реально много. Но когда у меня появился такой клатч, точнее, это кошелек с ремешком, который можно отстегнуть. Я не использую эту вещь как кошелек, потому что мне просто жалко. Для меня это именно такой средний по размеру клатч. Он подходит к каждому летнему наряду. Не раз меня выручал даже на вечерних мероприятиях. Как видите, сюда помещается телефон, карта, губная помада. Еще и зеркало можно запихнуть, если постараться. Здесь вот одно такое отделение. Я люблю золотую фурнитуру, потому что в серебре я себя чувствую как-то некомфортно. Здесь много разных отделений для карт, для мелочи. Вещь очень удобная, универсальная. И вообще не видно, что я ее хотя бы раз использовала. Хотя все свои сумки я использую по максимуму. Две мои рабочие лошадки на каждый день, которые прошли со мной и моими детьми через все, что угодно. Я ни капельки не жалею, что эти сумки у меня есть в двух расцветках. Первую из них я заказала в Америке через посредника по огромной скидке, чему была несказанно рада. И тогда поняла, что даже полную стоимость за эту модель я готова заплатить. Полное название я оставлю внизу, чтобы я ничего не напутала. И также цвета постараюсь найти, как называются. Так вот, сумка эта выполнена из кожи, которая абсолютно не царапается. В эти сумки я столько всего помещала, что я просто удивляюсь, как они могли не потерять свою форму, ни одной царапины. Единственное, что я вижу спустя два года, именно в этой сумке, потому что она у меня все-таки дольше, ее я использую вот прям чаще всего, немножечко потемнела фурнитура, и облазит замок. Но это надо просто вот присмотреться, чтобы увидеть этот изъян. Сама сумка имеет одно большое отделение, карман и два маленьких кармашка для мобильного телефона, еще чего-то. Внутри подкладка не растрепывается. Это одна из самых любимых. И вторую такую же мне привез муж в качестве подарка, тоже из Америки, покупал ее в магазине Мэйсис. Ну, я ее просто обожаю. Этот цвет, по-моему, называется Navy, если я не ошибаюсь, и он редко бывает на распродажах. Хотя я помню, что мне удалось попасть на акцию, и я купила маме такую же сумку с 20% скидкой. Есть у меня две маленьких сумочки из китайских сайтов, с которыми я не готова распрощаться, потому что они выглядят очень мило, стильно, и не раз меня спасали. Первая из них из сайта Shein, очень давно вам показывала. И когда мне не надо много всего с собой носить, и зачастую тогда, когда я без детей, я выбираю что-то маленькое, компактное, для телефона, кредитной карточки, губной помады. Это все универсальный серый цвет, в синем такая же, смотрится еще круче. У меня подружка, у которой есть и Фурла, Майкл Корс, и что там у нее, чего у нее только нет, она очень часто ходит в такой синий. По-моему, это закос под какой-то бренд, но мне это особо не мешает. Здесь не написано, там, Шанель, Дольче Габбана, или еще что-то. Почему бы и нет? Вторая из них, у меня уже года два, то и три, потому что Игната еще и в помине не было, или, ну, точно два года. Девчонки, сумка из сайта Choice, скорее всего, ее нет в продаже, здесь натуральный мех пони, выглядит очень интересно, всегда у меня все спрашивают, откуда сумочка, когда я с ней, и зимой я довольно часто ее использую. Сумка, которую я не купила бы второй раз, и дело только в цвете. Я ее купила у нас на Золандо, там тоже бывают очень хорошие скидки, и это бренд DKNY. В принципе, я не могу придраться к качеству, потому что она не растягивается, хотя меня многие пугали, я ее не так много раз носила, но все-таки она как новая, с фурнитурой ничего не происходит, кожа не царапается, что является для меня очень важным фактом. Здесь есть такой внешний карман, одно большое отделение, не знаю, вам видно что-то или нет. Сумка выполнена из кожи, она абсолютно не затирается, точно так же, как те, которые я показывала от Michael Kors, но мне сейчас захотелось отойти именно от черных сумок, потому что считаю их слишком агрессивным акцентом в моем ежедневном гардеробе, в нарядах, поэтому отдаю предпочтение серому, коричневому или синему. Мое последнее приобретение, сумка, от которой я просто без ума, это бренд Rebecca Minkov. Насколько мне известно, эти сумки еще не так популярны в странах СНГ и даже в Польше, я ни разу не встречала здесь, ну в Кракове, во всяком случае, девушек с такими сумками. Вы мне начали писать, что сумка чем-то напоминает Chanel Boy, и слишком большое сходство с Chanel. Я считаю, что это настолько глобальные бренды, что если бы действительно была какая-то проблема, то Rebecca Minkov не выпускала бы такую же модель в разных расцветках каждый сезон. Вот эта сумка не такая легкая, как все остальные, это надо учитывать, то есть даже когда она пустая, то вес ощущается. Если вы целый день где-то бегаете, то скорее всего вас это может смущать, но мне это не мешает. Здесь есть кисточка, которую можно отстегнуть, замш не пачкается. Сейчас вижу, что оттенок более холодный в камере, то есть она такая серо-коричневая. Я не знаю, я в восторге от этой сумки. Здесь есть такой внешний карман. Для меня это всегда плюс, она не расстегивается. Я знаю, что у моей подружки есть тоже Rebecca Minkov, и она постоянно у нее расстегивается. Здесь такой проблемы нет. Тут у меня бардак, один карман на замочке и большое отделение. Больше ничего нет. С фурнитурой пока все в порядке, я еще буду за ней наблюдать. И забыла сказать, что сумку я приобрела, опять же, через посредника в Америке, с очень большой скидкой. 50% или 45%, точно не помню, но гораздо дешевле. Очень нелепая ситуация с очередной сумкой Michael Kors, потому что я ее не планировала для себя покупать, а купила на сейлах в Америке для мамы. И потом она сказала, что все-таки очень хотела бы синюю, и пришлось купить еще одну. Как видите, я ее еще ни разу не брала с собой на улицу, оставила ее до лета. Очень приятный универсальный бежевый оттенок, любимый размер. И это та же модель, только чуть по-другому называлась. Не знаю, пока еще думаю, продавать или нет. Она со всеми тут документами. Посмотрим, буду ее носить или нет. Ну, потому что слишком много одинаковых сумок. Мне кажется, это тоже как-то нездраво, хотя сама по себе сумка очень классная. И вот это был мой стандартный набор, которым я могла бы обойтись в любое время года. Но когда я как-то хочу разнообразить свои наряды, я выбираю более яркие сумки. Зачастую они из масс-маркета, хотя вы видите, что осталась еще одна красотка. О ней я расскажу в конце. Сумка, которую я приобрела в Манго еще зимой. Мне казалось, что она здорово будет сочетаться с вот этим плащом. Я сейчас иду навстречу подружкам на кофе. И мне очень понравилось, что она здесь с вот таким кольцом. Не знаю, смотрится очень стильно, но как-то после хороших по качеству сумок я не очень охотно ею пользуюсь, но пусть пока еще будет. Сумки, которые потеряли свой товарный вид спустя один сезон, они из магазина Zara, недорого стоили, компактные, маленькие. Вот это спустя несколько недель стало выглядеть как минимум недостойно, и ее я выбрасываю. Хотя цвет обалденный. Я очень хотела бы купить себе сумку от Kate Spade. Тоже у нее есть такие маленькие модели с ручками. Но вот ручки меня как-то смущают. Я все никак не могу перешагнуть через себя и попробовать что-то новое. А вот эта расцветка настолько крутая. Она мне так нравилась в прошлом году летом. Если бы я нашла сейчас что-то такое, неважно от какого бренда, хотя все в мерах разумного, потому что я пока не готова потратить 1000 долларов на сумку, хотя бог его знает, что будет через 5 лет. Если знаете, где такое что-то купить, подскажите, потому что я очень довольна этой расцветкой. Она всегда вытягивала каждый базовый наряд. Сумка, которую мне подарили в этом году осенью, точнее я могла выбрать что-то на сайте Купью Вип. Я заказала себе очень яркую лакированную кожаную сумку в модном сейчас цвете. Здесь золотая фурнитура, но это какой-то более дешевый оттенок золота. Только сейчас это поняла. Но внутри все очень красиво выполнено. Замш, одно отделение. И летом я уверена, что буду носить эту сумку. Пусть даже один сезон, все равно она выглядит очень классно. И в этом году на распродаже в Америке мне удалось купить сумочку от бренда Фурла. Это одна из самых дорогих, которые у меня есть. Ну, то есть, если говорить о стандартных ценах, потому что за полную цену я приобрела всего две сумки, мне так кажется. Да, или одну. Ну, сейчас запутаюсь точно. Здесь золотая фурнитура, но это совершенно другой неброский оттенок. И цвет, многие скажут, что слишком яркая. Я обожаю оранжевый. Я считаю, что он здорово сочетается с белым, серым, синим, с каждым практически базовым цветом. И когда не знаешь, что надеть, надевай полосатую футболку, шорты, бери сумку и все. Наряд для выходного дня готов. Я не уверена, что я ходила бы в офис с такой сумкой, если бы у меня был строгий дресс-код. Но так как я большую часть провожу дома, то я обожаю такие яркие акценты. Здесь, опять же, такая кожа, которая не царапается. Я ее еще пока не носила. Все механизмы очень хорошо работают. Внутри она светлая. Без проблем помещается телефон. Еще и кошелек можно положить. И помаду, зеркальце, какие-то салфетки. Без проблем все застегивается, механизм работает. Так что жду, когда у нас уже будет тепло, а не какая-то дождливая осень, как сейчас. И, конечно же, буду носить эту сумку с огромным трепетом и удовольствием, потому что это та сумочка, которую я действительно очень сильно хотела. Так много всего. Но вы сами просили показать всю коллекцию. Девчонки, обязательно напишите, какие бренды и модели сумок любите, предпочитаете вы. На этом буду с вами прощаться. Всех целую и обнимаю. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.